Сегодня в Кировскую область с двуздневным рабочим визитом прибыл руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Белоконев. В первую очередь гость побывал в Центре социально-психологической помощи детям, подросткам и молодежи. Здесь Сергей Белоконев не только обсудил насущные проблемы, но и сыграл с психологами в интересную игру. Подробности Вергины Матевосян. Вы бросаете кубик. Ну, кто первый ходит? Сергей Юрьевич, вы. Занимательная и захватывающая игра. Балансир, когда надо закатить шарик в нужные лунки, перемещая диски по краю игрового поля, увлекла даже взрослых. Причем балансир не просто развлечение. Игра развивает пространственное мышление, чувство баланса и просто учит быстро думать. Сенсорная комната Центра социально-психологической помощи детям, подросткам и молодежи наполнена различного рода стимуляторами, которые положительно влияют на посетителей. Мы разработали такие мини-программы для того, чтобы можно было прийти за 20-30 минут детям просто полежав, походив, посмотрев, потрогав разные огоньки, восстановиться, не теряя много времени. Почти 18 лет Центр оказывает социально-психологическую помощь подрастающему поколению. Работают студии развития детского и семейного. Существуют консультационные и коррекционные службы. Центр реализует множество социальных проектов и программ. Является офисом и пилотным учреждением международных проектов ЕС России. Поэтому это учреждение привлекло внимание руководителя Росмолодежи. Остановившись в подробном направлениях работы, перешли к насущным проблемам. В регионе много лет пытаются организовать летний отдых детей-инвалидов в оздоровительных лагерях. Но для этого пока существует ряд законодательных препонов. Дети-инвалиды могут быть только с родителями. Пребывание взрослых в детских корпусах лагеря по Сан-Пинам не проходит. Родители ребенка-инвалида должны платить целиком путевку. И вот не можем решить на своем региональном уровне эту проблему. Два года, честно говоря, не можем. Хотя лагерь готов. Разработана программа соответствующая. Родители очень бы хотели детей-инвалидов. Нет возражений со стороны родителей, условно скажем, обычных детей, которые в этом роде находятся. Вот как-то, может быть, продумать какую-то нормативку, так сказать, федеральную создать по организации вот таких профильных смен для такой категории. Этот вопрос Сергей Белоконев обещал передать и обсудить в Министерстве образования. Если поправки удастся внести, то сотни детей-инвалидов не только Кировской области, но и других регионов могли бы ежегодно выезжать в загородные оздоровительные лагеря. Продолжая тему отдыха, но уже подростков, руководитель Росмолодежи сделал акцент на важности организации для этой возрастной группы профильных лагерей. Надо как то, чтобы были реализованы профильные смены по направлениям и конкурсов всероссийского, которые есть у нас, да, там 10 направлений, и в целом по проектам федерального агентства, там и предпринимательства, инновации, если говорить, там, робототехники или программирования, чтобы такие профильные смены такого типа, они были бы организованы. И это помогало вам бы формировать кадровый резерв для различной проектной работы и в целом актива региона по профильным направлениям. Разговор шел и об организации семейного отдыха, поддержке тех, кто нуждается в социальной психологической помощи. В Кировской области ряд подобных проблем удачно решается. Созданы специализированные центры, работают общественные организации и существует анонимный телефон доверия. Вергина Матевосян, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область.